Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, под каким-то из моих недавних роликов мне был оставлен очень интересный комментарий. Мне было написано, Яна, ну конечно же, твои видео про волосы, снова про волосы, не будут никогда пользоваться успехом, потому что волосы у тебя такие не очень-то хорошие. А вот, например, видео о том, как похудеть, о том, как оставаться в форме, пользоваться популярностью будут, потому что тебе почти 40, а ты родила троих детей и в достаточно неплохой форме находишься. И также, написал мне зритель, зрительница, будут пользоваться твои видео, например, как удержать мужа в семье с тремя детьми. И мне стала очень интересна эта тема, и мне очень интересно посмотреть, а сколько же будет просмотров на этом видео. И для этого видео, наверное, мне стоило бы поднакраситься, принарядиться, потому что я буду олицетворять с собой женщину, которая может удержать с тремя детьми своего мужа. Мы в этом году отпраздновали 16 лет в браке, а возможно 17. Я, если честно, это и не помню. Скорее всего 16 все-таки. И, соответственно, да, чтобы производить все-таки впечатление человека, который может удержать мужа, мне, наверное, стоило бы выглядеть несколько иначе. Но, возможно, один из секретов удержания мужчины рядом с собой заключается как раз таки в том, что ты себя должна любить больше, чем своего мужчину. Я, например, не хочу потом тушь стирать. Лениво мне сегодня воскресенье, детки скоро с прогулки вернутся, мне обед еще готовят, дело же с утра поубиралось. И, соответственно, я решила эту тему осветить практически без макияжа. Из макияжа только помада у меня на губах. Если честно, я считаю, что ничто не может удержать мужчину в браке, кроме его собственных представлений о себе самом и о браке, и о том, как он себя должен в этом браке вести. Допустим, мужчина разлюбил женщину, которую когда-то он любил, которая когда-то ему очень-очень нравилась. И вот в этом случае в браке его будут удерживать дольше, либо меньше, только и исключительно, на мой взгляд, его представление о том, как он в этой ситуации себя должен вести. Должен ли он оставить женщину, которая подарила ему свою молодость? Должен ли он оставить женщину, которая родила ему детей, не важно, одного, двоих, троих, четырех, большее количество детей? Вот только его воспитание, только его самосознание, только вот этот процесс саморазвития, который мужчина получает в течение жизни, все будет так же зависеть от того, в каком возрасте находится мужчина, какие у него гормональные сбои имеются, не имеются. Мы все знаем, что в определенном возрасте действительно селена в городу без в ребро. Соответственно, вот только это внутреннее состояние мужчины и будет его удерживать, либо не удерживать рядом с женщиной, которая, допустим, не вызывает в нем больше тех эмоций, которые вызывала раньше. И на этом можно было бы поставить точку. Но могу сказать, что как человек, все-таки прожив 16 лет брак, если бы у меня была дочка, если бы ко мне вообще просто обратилась подруга, возможно, моя будущая невестка, которая бы меня спросила о совете, что можно в такой ситуации посоветовать, как можно, как можно дольше, даже исходя из, допустим, личностных убеждений мужчины удерживать его в браке, некоторые вещи я могла бы посоветовать совершенно точно. Я на своем канале в каком-то из видео рассказывала, как однажды от своего мужа я услышала, «Ты себя в зеркало видела, ты в зеркало себя видела, ты даже не серая мышь, сказал мне муж, ты, ты серый слон, сказал он мне». При этом я могу сказать, но я и показывала свои фотографии, как я выглядела раньше, я никогда не полнела до каких-нибудь, там, не знаю, 70 кг. Я даже в беременность не набрала 70 кг. Вообще 70 кг – это нехорошо, не плохо, я просто говорю о том, что у меня никогда не было каких-то прям таких кардинальных изменений. Да, я поправлялась, да, возможно, второй подбородок появлялся, да, возможно, руки у меня становились мощнее, но это все можно было спрятать, допустим, под одеждой. Ну, волосы у меня были проблемы, кончики были такие полупрозрачные, прямо-таки почти я, ну, не полосела, но у меня на самом деле, я вот сейчас, когда говорю, что я горжусь тем, в каком состоянии находятся мои волосы, я имею в виду, прежде всего, на самом-то деле, не длину и не состояние волос, а и густоту я столкнулась с выпадением волос и с жиденькими волосами. Когда ты вот так пропускаешь руки вот здесь на висках, а на висках волосы прежде выпадают, чем на всей остальной волосистой части головы, а ты чувствуешь прямо-таки, ты чувствуешь кончиками пальцев, что волос здесь очень-очень мало. Поэтому могу совершенно точно сказать, что как-то критически плохо я не выглядела, но, тем не менее, эту фразу от мужа я услышала. Эта фраза, она была для меня очень обидна, я тоже об этом рассказывала, но эта фраза оставила меня, в общем-то, следить за собой. Поэтому, дорогие женщины, я могу совершенно точно сказать, что для того, чтобы мужчина оставался рядом и относился к тебе, ну, вот, примерно так, когда вы познакомились, когда он за тобой ухаживал, когда вы только-только поженились, необходимо, внимание, не улучшать свою внешность, как думают многие, неважно, посредством пластики, филлеров, либо еще чего-то, либо одежды, например, я куплю себе новое платье, надену его и буду такая красивая. Нет, очень важно сохранять свою внешность. И здесь речь идет не только об отсутствии морщин, нет, речь идет о мимике. Мы должны сохранять свою внешность той мимикой, которая была нам присущей, ну, не знаю, в 25 лет мы познакомились, в 30 лет мы познакомились, скорее всего, мы улыбались чаще, скорее всего, мы по-другому разговаривали, у нас осанка была другая, скорее всего, тем более, когда мы на свидания ходили, конечно же, осанка у нас была другая, охотка другая была. Вот это внешнее, это нужно сохранять. И очень многие подумают, что сохранять нужно фигуру. Да, и фигуру желательно сохранять, но это трудно сделать, в особенности, когда ты рожаешь, и с многими происходят гормональные изменения, которые сильнее тебя, либо которые приводят к такому избыточному весу, что потом ты действительно всю жизнь не можешь с ним расстаться. Но элементарно следить за своим питанием, понимать, что да, вот здесь поешь на ночь глядя, с утра проснешься и опухшье. Это нужно признать, это нужно осознать, что это так, что те женщины, которые хорошо выглядят, что те женщины, которые худые, в 50 лет, допустим, это женщины, которые себя ограничивают. И очень важно привести себя к ощущению этих ограничений в еде, когда тебе комфортно, ты понимаешь, что ты поешь кусок торта и все, ты хочешь поспать, полежать, и вообще, в общем-то, тебе это не очень комфортно, это себя ощущаешь. Кстати, в Италии, кто ведет беременность, кто рожал в Италии, знает, что есть такой тест, когда ты пьешь глюкозу, если не ошибаюсь. Этот тест не проводили со мной в России, возможно, до сих пор не проходит в России, но я очень хорошо помню ощущение, когда ты вот эту сладкую жидкость пьешь, 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 каждые полчаса у тебя берут анализ крови, и в определенный момент тебе становится очень-очень плохо, это нормально. Мне в последний раз на третьей беременности стало так плохо, что я попросила полежать, то есть освободить мне к кушеточку, я прилегла, мне было очень-очень нехорошо. Вот это ощущение у людей, которые не едят сахар, а потом вдруг съедят сладкую булочку, либо пироженку, либо кусочек торта, оно, в общем-то, очень знакомо и очень похоже на сдачу этого анализа на диабет у ребенка. Прежде всего, если я не ошибаюсь, вот такой анализ существует в Италии. Поэтому, да, необходимо, на мой взгляд, и это тот совет, который бы я могла дать девушке гораздо моложе меня, которая, возможно, еще и в брак не вступила, необходимо стараться сохранять свою внешность, быть и оставаться такой, какой мы были, когда с нами познакомились, когда нам предложили, возможно, руку и сердце, когда нам предложили жить вместе, идти по пути жизни совместно, то есть наш избранник. Какой он нас помнит, вот примерно такими мы должны оставаться. Но, повторюсь, внешняя оболочка, физическая, точнее, это только верхушка айсберга. Очень важно сохранять улыбку на своем лице, очень важно сохранять нормальную манеру разговора, не вот эту раздраженную. А я могу понять всех женщин, у кого в особенности дети, и в особенности даже не маленькие дети, а дети, которые выходят уже на предподростковый период, когда ты 10 раз говоришь, 20 раз, но не за последний год, нет, за последний час, 10-20 раз ты повторила одну и ту же фразу, и ты вообще сомневаешься, тебя услышали, а если услышали, то запомнили, вообще поняли, о чем ты попросила, хотя фраза была одна сложная. Второй момент, на который бы я обратила внимание, на который я обращаю внимание сама, заключается в том, что мужчины, ну, возможно, и женщины тоже, они очень любят показывать то, чем они обладают. Посмотрите, какой у меня красивый спортивный муж. Я думаю, эта мысль может интуитивно проскальзывать на уровне подсознания у любой женщины, если ее муж действительно хорошо выглядит. Наверное, такая классная я, раз у меня такой классный муж, вот такая связка. И точно так же, я уверена, хотя я могу ошибаться, я ведь не мужчина, происходит и у мужчин. Мужчины очень любят, когда их женщина хорошо выглядит, когда их женщина хорошо выглядит в глаза общих друзей, и когда их женщина хорошо выглядит в глазах его родственников. Например, все окружение, все, допустим, друзья считают, что она не очень хорошо одевается, а вот конкретно родственники, его любимый брат и его любимая мама, возможно, считают, что она классно выглядит. И зачастую вот у мужчин срабатывает также очень сильно, на мой взгляд, вот этот эффект обладания и демонстрации. То есть посмотрите, какая у меня женщина. Если все вокруг восхищаются, либо хотя бы кто-то восхищается моей женщиной, возможно, ее даже собственный рабочий коллектив, с которым женщина, с которым, точнее, мужчина никак не пересекается, ну, возможно, только на каких-то совместных мероприятиях, либо совместные знакомые, которые говорят, что его жена вот на работе прямо-таки самая лучшая, самая красивая, самая стильная. Любой вот какой-то комплимент она получает, на мой взгляд, это тоже очень важно. Соответственно, здесь мы снова выходим на вопрос о том, а стоит ли красиво одеваться, а нужно ли это делать, либо уже в определенном возрасте действительно спортивные кроссовочки, спортивный костюмчик, ну, и, в общем-то, гулечка на голове из непонятных, возможно, даже не всегда чистых волос. Поэтому, на мой взгляд, да, нужно обращать внимание и, как бы странно это ни звучало, стараться нравиться хотя бы кому-то из окружения мужчины, чтобы хоть кто-то, увидев тебя, когда-то рядом со своим мужчиной, сказал, о, ты классно выглядишь, ну, сегодня ты прямо-таки молодец, ну, вот как-то так, да. И третья вещь, последняя, это прямо-таки практический совет, я его нанаблюдала, что называется. Я поняла, что есть вот такой легкий трюк, трюк, точнее, нравится и обращать на себя внимание окружение мужчины. Это выделяться каким-то образом на фоне женщин. Допустим, мы вращаемся в обществе, где все женщины хорошо одеты, где все женщины в бриллиантах, в кольцах, в дорогих часах и с сумками. Вот на такие мероприятия, на мой взгляд, очень важно прийти без каких бы то ни было украшений, неважно, есть ли они у нас, либо нет их у нас, и прийти в максимально, прямо-таки, простом самовыражении через одежду, то есть маленькое черное платье, либо черный свитер, черные брюки, черный свитер, черная юбка, то есть быть максимально отличной от других женщин. Зачем? Затем, что это обратит внимание на вас, других женщин, что это она вообще без сережек, без колец и так далее. Они никто вслух не выскажут, возможно, у нее нет, возможно, она забыла надеть и так далее, но они посмотрят на вас лишний раз. И точно так же сделают мужчины. Они могут сделать это по разным причинам. Как она плохо одета, но вряд ли, если вы в маленьком черном платье, вряд ли про вас могут подумать, что вы плохо одеты. Вот это излишнее внимание на контрасте. Оно действительно может вашим мужчине трактоваться как положительный интерес к вашей особе. Но здесь действительно нужно поднимать грань. То есть вы должны хорошо выглядеть, но на контрасте хорошо. Наоборот, допустим, вечеринка по поводу 8 марта, 23 февраля, чего-то дня рождения. Вы знаете, что в основном будут одеты женщины, так как они в основном одеваются к 40-50 годам. Это такой уже очень удобный стиль. Но вы постарайтесь. И я опять же наблюдаю это, это по родителям, которые приезжают в английскую школу забирать детей. Вы не представляете, какая разница на, точнее, в реакции на женщину, на мамочку, которая приезжает на каблуках. Каблук, как правило, толстый, и речь не идет о шпильке. Речь идет прежде всего об итальянке. Об итальянке, там в основном итальянке забирают своих детей. Она в юбке, либо она в платье. У нее волосы распущенные, чистые. Соответственно, реакция на эту мамочку потрясающая. Я человек, который на самом деле стоит в сторонке и любит наблюдать, как другие мамочки на нее поглядывают, как другие папочки на нее поглядывают. Соответственно, вот если вам предстоит, что называется, вечеринка, вечеринка вот в таком контексте, где вы знаете, но все будут одеты максимально комфортно, рискните надеть небольшой каблук, возможно, платье, а не джемпер и не брюки. То есть на контрасте обратить на себя внимание. Вот это обращение на себя внимание, потому что женщина-трофей, нам, возможно, женщинам и неприятно думать, что для кого-то, тем более для нашего мужчины, мы можем быть трофеем. Но если ты понимаешь, что для мужчины часто его женщина – это его трофей, который он завоевал, который он может содержать, который он может удерживать рядом с собой, то, возможно, это поможет, опять же, очень многим и удержать мужчину рядом с собой. Хотя, повторюсь, мужчина будет оставаться рядом с женщиной не потому, что она что-то делает либо что-то не делает, а потому, что в силу его убеждений здесь и сейчас он решил с этой женщиной остаться. Но то, что может его привести к мысли, что здесь и сейчас он с этой женщиной остается, это подлежит коррекции. Это действительно в наших женских силах. Желаю никому никогда не задаваться вопросом, как же мне удержать мужчину рядом с собой. Желаю действительно чувствовать себя хозяйкой в этой жизни, собственной жизни прежде всего. И выбирать себе партнера самостоятельно, не быть выбранной. Это была Яна Скворцова. Увидимся очень скоро. Всем пока-пока.